Итак, друзья, снова вас приветствую на канале. Наконец-таки я вернулся, вот, переболел ковидом, как многие знаете, три недели провалялся, вот, но, конечно, ролик будет сегодня не про это. Про это, если что, на втором канале все есть уже, то есть ссылка будет в описании к этому видео. Вот, а ролик будет про то, как устроить этот такси, как найти машину под такси, на каком телефоне работает такси, какое время, какие дни работает такси. И куча-куча-куча-куча вопросов разберем, которые вы мне пишете просто в Инстаграме, здесь вот повсюду написываете, и, конечно же, вопросы начинают повторяться. Поэтому решил снять такой ролик, пока я еще, можно сказать, заблокирован в Яндексе, ну, из-за того, что опять же заболел, Яндексу написал об этом, и меня тупо заблокировали, пока я справку не предоставлю, никто меня не разблокирует. Поэтому снимаю ролик, пока что полезный, думаю, для вас. Ну, по крайней мере, для новичков он точно будет полезный, поэтому присаживайтесь поудобнее, начинаем. Так, ну, чтобы вас не мучать, сделал тайм-код для вас, поэтому вы сможете на каждый вопрос посмотреть отдельный ответ, то есть какие-то вопросы, может быть, вам будут неинтересны, и ответ на них, а какие-то, может быть, краски заинтересуют. Поэтому тайм-код вы можете увидеть в видео и также в описании. В общем, давайте начинать, и самый главный вопрос, разберем для новичков, это как попасть в Яндекс, как туда устроиться и начать уже, наконец-таки, работать. Ну, и самый первый способ, это тупо зайти на сайт Яндекса, я ссылочку здесь поставлю, прикреплю, вот, можете посмотреть ее. И заходите на сайт, оформляетесь, то есть там, ну, форму все заполняете, ваши данные и так далее, Яндекс вам сам перезванивает и уже консультирует по вопросам подключения и назначает вам парк, который вас уже потом подключает, к которому вы уже скидываете все документы, и он вас полноценно оформляет. Ну, сразу предупреду то, что парк Яндекс выбирает как будто рандомно, то есть, не знаю, как они там это все делают, но парк не самый лучший вам подбирает, то есть, обычно парк выбирает там с 4% заказа, с 5% заказа, редко когда 3%, то есть, это получается, парк у вас как идет подключашка, и он забирает свой процент. Также Яндекс еще забирает процент, то есть, если вы работаете в Санкт-Петербурге, он будет забирать где-то 22%, то есть, допустим, парк 4%, Яндекс 22%, вот уже ваши 26% в любом случае будет списываться. И если вы хотите выбрать именно нужный парк, то есть, чтобы был минимальный процент, как раз и есть уже второй способ подключения к Яндекс.Такси. Ну, и как понимаете, второй способ – это тупо написать сам уже парк напрямую, то есть, без сайта Яндекса вы просто пишете напрямую в парк, то есть, который вы уже выбрали, может быть, вам кто-то подсказал и так далее, и подключаетесь уже через них, потому что вы, допустим, уже в этот парк, там, не знаю, вам знакомы, знакомые в нем работают, и вам как-то уже немножко проще, то есть, вы уже в этом парку доверяете, что он у вас там не тянет на деньги, все вам в выплате, и процент самый низкий. Но если хотите парк с самым низким процентом, ну, и чтобы вы могли сразу же подключиться к нему, есть один как раз-таки такой парк, там даже не процент, а там идет абонентская плата 50 рублей в сутки, то есть, это намного ниже, чем сидеть даже на проценте там в 2%. Вот, так что небольшую интеграцию просмотрите. Ну, а если вы работаете в такси или же доставке, то рекомендую вам сертифицированного партнера Expert Park. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки, ну, и выплаты тут автоматически и без комиссий. Также они подключают курьеров на автомобилях и мотоциклах, ну, и водителей на грузовых авто. Ну, и регистрируйтесь с сайта через любой удобный мессенджер. Ну, и остерегайтесь в мошенниках, так как их часто копируют, поэтому все ссылочки будут у меня в описании и в закрепленном комментарии. Ну, вот, допустим, все, вы подключились к Яндексу, вам парк все объяснил, потому что мне вам все подробно объяснят, там, как работать, там, как это все. Также там обучение вам поскидывают, то есть, это вы все уже разберетесь. Но назревает самый главный вопрос, где взять тачку? Ну, и нет у вас машины своей под такси, или же есть, но вы не хотите ее мучить, или же просто она не подходит под Яндекс, да, то есть, там, ну, год не проходит, еще что-нибудь. То есть, нужно найти вам машину, то есть, где взять машину? Давайте на этот вопрос вам тоже отвечу. Ну, и опять же, первый способ, где взять машину, это где я, в принципе, тоже, кстати, брал себе машину в аренду, то есть, через этот способ я ее находил, это Яндекс.Гараж. Опять же, ссылочку вам прикрепляю, вы можете посмотреть. Вот, заходите на этот сайт Яндекс.Гараж, и там просто куча всяких вариантов. Можно выставить свой тариф, в который вы хотите работать, там, эконом, комфорт, бизнес, комфорт плюс и так далее. В бренде, не в бренде, с залогом, без залога. Ну, то есть, там можно все настроить под вас и выбрать себе автомобиль. И самое главное, что парки, там, которые, ну, эти автомобили сдают, они уже все проверены. Они напрямую сотрудничают с Яндексом, то есть, Яндекс, можно сказать, также рекомендует. Также залоги, насколько я знаю, записываются, то есть, никакого лохотрона, по идее, не должно быть. Ну, я думаю, только в крайних случаях, если только или вы там где-то облажаете, там, не знаю, побьете машину, ну, или же что-то там пойдет не так, говорится. Вот, а так, вы можете выбрать себе таксопарк, ближайший под ваше, ну, местоположение, где вы живете, и взять уже машину. Ну, а второй способ, я думаю, многим также известный, это просто взять, зайти на Авито и посмотреть объявление. То есть, вести там аренду автомобиля, аренду там эконом, комфорт и так далее. И кучу-кучу-кучу объявлений также вы найдете. Но, честно говоря, Авито я бы не доверял, потому что там очень много мошенников, очень много разводил. То есть, там не сможете 100% проверить, легальный ли парк, легальный ли автомобиль, собственник ли этих автомобилей. Ну, то есть, там, конечно, можно уже попасться. Вот, поэтому тут уже смотрите сами, рискуйте, не рискуйте, то есть, это уже выбор ваш. Ну, все, короче, взяли в автомобиль, получается, уже работать в Яндексе, довольные. Но телефон, опять же, нужен телефон, а вас запустим iPhone, да. С iPhone вы знаете то, что, конечно, в Яндексе можно работать, но не совсем удобно. Приложение немножко недоработано, есть какие-то лаги, нет встроенного навигатора, даже то же самое. И, как бы, конечно, для новичка, может быть, это будет нормально, потому что он другого не видел. Но, опять же, если вы хотите работать удобно, лучше использовать Android. И, опять же, какой же телефон выбрать, потому что у меня часто задают вопрос, какой телефон выбрать под такси. Ну, и по поводу телефона, конечно, не буду вам говорить, там, конкретные марки, там, и так далее. То есть, телефонов куча, сами знаете. Но есть характеристики телефона, которые, краски, вам пригодятся. Самое главное, что в телефоне было максимальное количество оперативной памяти. Минимум 2 гигабайта, а лучше, там, 3 или 4. И тогда уже будет все намного лучше работать. Ну, и желательно, да, опять же, не брать телефон дешевле, там, не знаю, 10 тысяч рублей. Потому что, опять же, если вы хотите, чтобы у вас стабильное приложение работало, стабильно все долго, и функциональность вся не была потеряна, то лучше брать телефон немножко подороже, чем, там, не знаю, самый дешевый, там, за пятерок, за шестерок и так далее. Потому что такие телефоны, во-первых, долго не прослужат, во-вторых, все-таки там будут какие-то лаги, будет GPS пропадать и так далее. И также заказы вы можете потерять. Ну, а самое главное, как я говорю, главное, это смотреть на оперативную память, то есть, чтобы ее было побольше. Желательно от 2 гигабайт уж точно. Но еще часто есть тоже вопрос по поводу работы на своем автомобиле. То есть, допустим, у вас есть автомобиль, он подходит под Яндекс.Такси, да, вот, и, конечно же, хочется на нем работать. Зачем брать им аренду? Конечно, смысла нет. Но назревает вопрос, стоит ли делать лицензию, делать путевые листы, ставить шашку, обклеивать машину в Яндекс.Такси, ну, или хотя бы просто обклеивать под такси. И вот эти вопросы у всех многих возникают, стоит ли вообще это делать. Опять же, смотря, какой город, то есть, все зависит от города и зависит, насколько, опять же, разрешают работать нелегально. То есть, к примеру, если возьмем Москву, в Москве вообще ты, ну, фипа, работаешь нелегально, там тебя быстренько поймают, потому что там постоянно эти рейды, постоянно проверки, то есть, там долго не проработаешь. Да и там, в принципе, без лицензии не подключают в Яндекс.Такси. Возьмем Санкт-Петербург, здесь немножко полегче. То есть, здесь, получается, без лицензии Яндекс.Такси вас сможет подключить спокойно. Вот, работать вы сможете. Но, если будут рейды, как, допустим, сейчас намечается рейд, то есть, с первого, получается, с февраля по 6 января, то есть, будут ловить краски нелегальные такси, будут делать контрольные закупки, то есть, будут своих пассажиров подсылать и сажать, и, получается, ловить вас, и уже никак вы не отмажетесь. То есть, также просто останавливать, то есть, похожие машины на такси. То есть, при рейдах вы уже можете попасться, и вашу машину тупо забирают, получается, на штрафстоянку до суда. Вот. А суд может, там, через месяц, через два. Ну, то есть, понимаете, без работы остаетесь, без машины тоже. Штраф, там, небольшой, около 5000 рублей, но все равно он, как бы, есть. Так вот, вопрос-то назревает, стоит ли делать лицензию, путевые листы, там, страховку повышенную, потому что нужно будет еще делать страхование своего автомобиля по ОСАГО, по-токсичному. То есть, это примерно 2-3 раза дороже будет ОСАГО стоить. То есть, стоит ли этим заморачиваться и все это делают, потому что там реально будет много заморочек, много документов. И самое главное то, что машина, когда вы будете продавать с лицензией, она будет стоить дешевле рынка, потому что с лицензией мало кто машину не возьмет. Так вот, вам что отвечу. Опять же, все на свой страх и риск. Я, допустим, когда у меня была Соната, я, конечно, это ничего не делал, потому что я понимал, что машину потом дешевле продам, и не хотелось этим всем заморачиваться. Просто, когда рейды проходят, потому что я их о них знаю, то есть, ну, как бы, везде в интернете про это говорят, и в ТикТоке, в Ютубе и так далее, то есть, я об этом знаю, это группы там какие-то можете уступить тоже, чтобы об этом все были в курсе. И, то есть, когда ты знаешь об этих рейдах, ты просто отсидываешься дома неделю, когда вроде все утихает, начинаешь опять работать. Потому что, когда нет рейдов, опять же, в Санкт-Петербурге, работать, в принципе, безопасно. Вот, конечно, все равно нужно осторожно, то есть, желательно катать только безнал, а не наличку. Но, опять же, я за два года ни разу не попадался. Вот, так что тут уже решать вам, хотите вы рисковать, не хотите рисковать. И, опять же, нужен вам там приоритет от Яндекса, там, потому что Яндекс дает приоритет за то, что вы с лицензией, там, приоритет за то, что там в бренде и так далее. То есть, уже решать тут вам. Ну, и также назревает вопрос, какие же дни работать и когда, какое время выходить на линию? Давайте тоже отвечу. Ну, по личному опыту расскажу. Конечно, мое мнение может быть немножко неправильным и так далее. У всех, по своему мнению, во-первых, также зависит от города, от погоды, от праздников, непраздников, от сезона. То есть, много очень факторов, от чего зависит от заработок в такси и когда лучше работать. Вот, но для себя я вывел, по крайней мере, два самых лучших прибыльных дня. Это пятница и суббота. То есть, в пятницу люди уже собираются отдыхать и там веселятся, и такси вызывают, деньги тратят и так далее. В субботу люди, в принципе, куда-то по своим делам личным ездят и закупаются, еще что-нибудь и все такое. Вот, воскресенье, если возьмем воскресенье, допустим, то прибыльный день, то неприбыльный день. То есть, тут не угадаешь. Когда-то нормально идет, когда-то ненормально. Но, опять же, все зависит еще тоже от погоды, какой там, не знаю, месяц и так далее. Опять же, если возьмем понедельник, среда, вторник, четверг, тут тоже не угадаешь. То есть, когда-то какой-то день получше, какой-то день похуже. Ну, примерно все равно в эти дни поменьше будет заработок, чем там выходные или же в пятницу. По времени, по времени самое главное. Когда лучше работать? Опять же, если возьмем будний день, по мне так, по мне так, да. Ну, нужно работать, начинать тогда, когда люди начинают ехать на работу. То есть, там, ну, наверное, где-то с 6 утра. Хотя коэффициенты обычно появляются там после 7 утра. То есть, когда уже заработок больше. Но в 6 утра хотя бы нет пробок таких больших. Вот. То есть, там, поработали до обеда. В обед можно, конечно, да, не споря, отдохнуть. Потому что в обед работа будет, но она будет не такая хорошая, как, допустим, было утром. Вот. А вечером опять выходим, когда люди начинают уезжать с работы. Потом после работы начинают там ехать, не знаю, куда-нибудь тоже отдохнуть. То есть, опять же, вечером там, ну, примерно там, не знаю, в 4-5 часов опять же начинаем работать. Не работаем, ну, пока не закончатся коэффициенты. Ну, и также еще ночью. То есть, примерно после 11 часов, если там, опять же, берем Санкт-Петербург, после 11 начинают там из центра все валить домой. То есть, можно по центру покатать мой район, к примеру. И потом уже, когда уже понимаем, что коэффициенты спадают, так же ехать уже в сторону дома. Также частый вопрос, это в каком тарифе работать? То есть, где больше денег, где больше заработок? В общем, за свою работу я, конечно, многих тарифов побывал, ну, кроме бизнеса. То есть, это было экономный комфорт и комфорт плюсы, доставка и курьер. И что я хочу вам сказать. Стабильная работа идет, всегда стабильная работа. Это, понятное дело, в экономе. Потому что это минимальный тариф, минимальная цена. И чаще всего заказывает эконом. И если вы умеете работать, то есть, если научились и так далее, то есть, по идее, вы в экономе будете зарабатывать даже, возможно, больше, чем в комфорте плюс или в комфорте. Потому что заказов у вас будет всегда больше. Если же, допустим, мы берем какой-то сезон или праздники, ну, сезон, это имеется в виду, к примеру, лето, когда там туристов много, прежде всего, в Петербурге, то тут уже можно взять там тариф комфорт и комфорт плюс. Но, опять же, по мне, так комфорт, он будет тоже, опять же, стабильнее, чем комфорт плюс. Потому что комфорт плюс, опять же, много я долго работал на своей санате, заказов не так много. Хотя, не да, стоит дороже, чем комфорт, эконом, хотя не всегда, опять же, потому что из-за коэффициентов эконом может стоить практически как к плюс. То есть, по идее, для меня, по крайней мере, и думаю, для вас будут два идеальных тарифа. Это эконом и комфорт. Вот комфорт лучше, опять же, брать, когда сезон, когда много заказов, чтобы ваши заказы не воровали, опять же, к плюс. А эконом, он всегда есть. Даже без коэффициентов, всегда будете возить, хоть и муку, но будете еще что-то возить. И сразу следующий вопрос назревает. Это, опять же, работать на своем автомобиле или работать на аренде. То есть, это такой глобальный вопрос, очень большой. Вот, опять же, я работал и на аренде, и на своей, и не могу тоже что-то вам уже рассказать. То есть, по крайней мере, свое мнение личное. Опять же, если у вас есть свой автомобиль, он не в кредите, то есть, например, там, не знаю, Solaris, там, или Optima даже еще лучше. Конечно, на своем автомобиле без кредита, мне кажется, ну, более-менее выгодно работать, да, то есть, если в этом хотя бы какой-то смысл, то, что вы не платите кредит. Но не забывайте то, что машина убивается с каждым годом, становится старее, пробег становится больше, вы ее обслуживаете, вы тоже так же деньги тратите, и машина тупо дешевеет. И когда вы захотите сменить эту машину, то смените вы, ну, опять же, на много дороже ее. То есть, если захотите опять взять новую, там нужно будет прилично доплатить, тем более с нынешними ценами, с нынешним подорожанием, то есть, там приличную сумму нужно будет доплатить. И тем самым нужно еще, получается, копить денежку на новый автомобиль. И тут, если вы еще все посчитаете, поймете, что, то есть, не настолько выгодно все-таки свой автомобиль иметь, потому что, когда начинаешь его менять, это начинаешь понимать. Есть второй вариант. Это слоя, но в кредит. И вот тут уже, знаете, я бы не советовал, потому что, в случае что, заболели ли вы короны, как я, допустим, сейчас заболел, да, ну, слава богу, выздоровел, или там, не знаю, попали в какую-то аварию, и у вас там, во-первых, расследование долго проводится, потом ремонт долго проводится, кредит платить все равно надо, а машины у вас нету. И что вы будете делать? То есть, денег у вас не будет, вы не сможете зарабатывать, пока вы не сделаете свой автомобиль, пока с ним не решите вопрос. То есть, уже идет уже минус. Если бы у вас машина была не в кредите, вы хотя бы могли там, опять же, ту же самую взять аренду и пойти работать там на аренде. А когда машина в кредите, тем более, если кредит большой, там бывает, какого-то и 50-60 тысяч в месяц, то, опять же, уже, мне кажется, не то идет, да. Плюс еще машину, также нужно обслуживать, и на нее оставлять денежку. И, опять же, не забываем то, что через какое-то время ее нужно будет менять, и нужно где-то брать денежку, или, опять же, влезать в кредит. Ну, и по поводу аренды. Да, не спорю, то, что вы выкидываете деньги просто впустую, то есть, вы платите эту аренду, но у вас немножко другие уже идут обязательства. Да, нужно за этой машиной следить, там не попадать в ДТП и так далее, потому что с вас потом опять же, какие-то штрафы спишут и так далее. Но если вы аккуратно водитель, то есть, аренда, думаю, многим подойдет, потому что вы свободны. Вот, допустим, вы заболели, машину сдали, болейте. Просто решили перестать работать такси, ну, надоело вам, да. Сдали машину, устроились на работу. Скорее, там так не получится. То есть, нужно сначала хотя бы машину продать, не всегда бывает, получается, быстро, не всегда выгодно, и как бы есть какие-то заморочки. А тут просто взяли, сдали машину и пошли работать на обычную работу. Ну, опять же, чисто мое мнение вы можете написать в комментариях, как вы считаете, как вам больше нравится. То есть, это чисто мое мнение, я к нему пришел, вот, и вам про него рассказывал. Также у меня многие спрашивают по поводу самозанятого, то есть, выгодно ли подключаться как к самозанятым, быть прямым партнером Яндекса, то есть, без всяких подключашек, да, которые берут процент, да, напрямую работать с Яндексом. В общем, расскажу вам так, то, что я сам являюсь тоже самозанятым, иногда под этим аккаунтом работаю, но у меня есть немножко своя выгода, то, что я там приглашаю водителей, они получают от меня промокод на бесплатные смены, и я получаю с них один промокод на бесплатные смены, и получается, иногда могу работать без комиссии, то есть, бывает там по 5 промокодов в месяц. Кстати, если хотите, вот здесь вот будет мой промокод, если захотите стать самозанятым, все же, вы можете его ввести и получите от меня бесплатную смену, но сейчас не про это. У самозанятых не так много плюсов, и в принципе приличное количество минусов, то есть, плюсы это то, что вы получаете приоритет от Яндекса, и там будет, не знаю, плюс 5 или плюс 6 баллов, и в Санкт-Петербурге пока вроде сделали бессрочно этот приоритет, раньше там давали только на полгода. Выплата будет приходить и вам на следующий день, то есть, получается, вы сегодня отработали, на следующий день выплата приходит. Иногда почему-то кому-то приходят частями, но мне всегда полные суммы приходили, то есть, никаких не было проблем. Ну, для кого-то плюс, для кого-то минус, это то, что вы будете официально платить налоги, то есть, вы подтверждаете то, что вы где-то деньги зарабатываете, а не сидите на жопе ровно, грубо говоря, да, то есть, вы подтверждаете свой доход, но при этом пенсию вам то с этого платить не будет, то есть, нужно дополнительно там делать какой-то налог, чтобы пенсионный фонд от вас уходил, то есть это будут еще дополнительные какие-то денежки. Ну, а теперь самый главный минус, это то, что вы будете платить 4% заказа, если это физическое лицо ехало, и 6% заказа, если это было юридическое, ну, то есть корпоративный заказ. И эти проценты, они берутся, получается, с грязных денег, то есть, там, не знаю, заказ-то 600 рублей, и вот 600 рублей еще до вычета Яндекса берется вот этот процент, то есть вы платите налоговую. И тоже, как для меня, минус, это то, что вы платите не каждый день там налог, да, а платите там через месяц, то есть у вас накопилось там, не знаю, 3-4 тысячи, и нужно сразу же это все отдать. То есть, ну, сразу получается такую сумму нужно отдавать каждый месяц, то есть как-то немножко напряжно. Когда вы платите в парк, вы как-то не замечаете то, что вы отдаете, а тут уже замечаете. Но, опять же, если вы работаете через парк, может быть, рано или поздно налогово нагрянет и узнает, типа, где вы работаете, а вот нам пришла информация, то, что вы работаете в такси и давайте платите налоги. То есть, такое тоже бывает, но не всегда и не у всех. Ну, давайте, заключительный вопрос. Есть ли деньги в такси? Стоит ли там вообще, в принципе, работать? То есть, стоит ли туда лезть? Ну, я вам так скажу, если как подработка, и у вас есть свой, опять же, автомобиль без кредита или кредит минимальный, или просто ходите в такси, там, работать, чтобы этот кредит гасить, то, наверное, смысл есть, да. То есть, я сам так начинал работать, то есть, работал на основной работе и вечером подрабатывал на своей кредитной фокусе. Там кредит был 1015, что ли, в месяц. Подрабатывал в такси, ну, чтобы какой-то более-менее там денежка какая-то была. Вот, то есть, это, в принципе, нормально. Но, как я уже устроился полноценно в такси, я понял, что в такси сейчас, мне кажется, делать нечего. Потому что сейчас, если вы берете, опять же, машину, вы хотите свою брать, да, машину в такси, они просто конских денег начинают стоить. То есть, Solaris, там, по миллион семьсот. Sonata, которую я, конечно, покупал, она уже стоит там два с половиной, а то и три миллиона рублей. И это уже просто за гранью. А тарифы в Яндексе не повышаются никогда. Причем, когда я даже устроился на Sonata работать, изначально тариф был минимальный, в каплюсе 250 рублей, а сейчас уже 199 рублей. То есть, наоборот, его понизили, типа, чтобы стало больше работы. Ну, конечно, да, иногда минималок стало больше, но на минималках много тоже не заработаешь. То есть, получается, цены растут на бензин, цены растут на автомобили. Причем на автомобили растут, а не просто конские цены. Также аренда будет дорожать, потому что будут закупать новые автомобили, а они, опять же, большую сумму стоят. Чтобы это как-то компенсировать, будет дорожать аренда. И то есть, тем самым, получается, постепенно-постепенно такси будет все хуже и хуже и хуже. То есть, тут уже выбор ваш. Стоит ли туда лезть, не стоит ли туда лезть. Конечно, да, деньги люди зарабатывают, но зарабатывают люди деньги, когда как раз-таки сезон, или плохая погода, или какой-то праздник. То есть, перед Новым годом деньги люди зарабатывали хорошо. А вот сейчас, январь месяц и февраль, будут вообще безденежные, коэффициентов нет, заказов нет толком. Люди дома на самоизоляции сидят, и люди страдают. Особенно тоже, кто на аренде. То есть, тут уже, допустим, аренда вообще невыгодна, потому что нужно за нее платить, а заработки маленькие. Плюс еще нужно на бензин оставить и так далее. То есть, тут уже выбор ваш. Но по мне, так все-таки такси, как основную работу, нежелательно использовать, ну или же на какое-то время хотят. Чего я рассказываю, на какое-то время. Да вы, если туда устроитесь, блин, вас сразу засосет как-то, и, может быть, свободный образ жизни, то, что вы совсем начальник, все-таки там долго и останетесь. Я уже, допустим, беру уже 2 года точно такси работу, и уйти не могу. Ну, в общем, ребят, если на какие-то вопросы я вам не ответил, обязательно напишите в ваш комментарий, отвечу вам уже лично в комментариях. Вот, ну и также там, не знаю, какую-то корректировку, можете добавить, понятное дело, что-то, может быть, я неправильно сказал, можете меня подкорректировать. Но вы обязательно подпишитесь на мой канал, будет много роликов. Сейчас я, наконец-таки, разблокирую этот Яндекс и начну работать его, буду снимать и доставку, и курьера, и эконом, и комфорт, и комфорт плюс, все это будет. Ну, и про лайк, не забывай, и про мой второй канал, ссылка будет в описании, там будет краски обзорчик на BMW, точнее, он уже есть. И плюс по поводу моей болезни, про COVID тоже ролик уже создан, можете посмотреть, как я переболел этой болезнью. В общем, всем вам пока, и огромной-огромной удачи! Субтитры сделал DimaTorzok